При том, что исходно данный метод не работает с агрегированными данными, только с данными формата респондент-признак. После создания профилей машина начинает их агрегировать таким образом, что наиболее весомые профили, наиболее часто встречающиеся профили первыми получают свои отдельные кластеры. Профили, которые встречаются достаточно редко, условно говоря, профили, формирующие шум, они последними попадают в собственные кластеры. И, соответственно, они одними из первых агломерируются в более крупные кластеры. Таким образом, мы в частности получили 5 кластеров, при этом прежде всего вниманием обращаем на 3 кластера, которые в сумме охватывают 75% респондентов. Эти кластеры имеют достаточно маленькую вариацию внутри себя. Таким образом, мы можем достаточно легко оперировать с такого рода объединенными респондентами. Мы знаем, что вот эти респонденты ведут себя вот так, а не как иначе. В отличие, например, от второго кластера, где собрались очень разнородные респонденты, к которым подойти, условно говоря, с одним мерилом достаточно сложно. Но это не отменяет качество модели. Действительно, качество достаточно высокое, поскольку 75% объяснено с достаточно высокой точностью.